Думаешь ли ты, что каждая интерпретация Бога имеет смысл? Ну, по-разному. Нет, я имею в виду. Имеет ли это здравый смысл? Ну да, возможно. Если я скажу тебе, что есть Бог-Отец, Бог-Мать и Бог-Сын. И Бог-Отец сказал Богу-Сыну защищать Богиню-Мать. И Бог-Отец отставил их. И когда он вернулся, он понял, что Бог-Сын не защищал свою мать. Поэтому он отрубил его голову. И Мать-Богиня сказала, что за ужасную вещь мы сделали. Тогда Бог-Отец сказал, да, ты права. И он пошел, и отрубил голову слона и поставил вместо головы его сына. И это стало Богом финансов. И теперь я хочу, чтобы ты был честен со мной. И это большая религия. Я не буду говорить, что это за религия. Хорошо? Я думаю, это может быть очевидно. Но в целом, это история в религиозной традиции, в религиозной книге. Будь честен. Имеет ли это здравый смысл? Нет. Ладно. Из этого примера я хотел сказать, что не каждая идея Бога или представление Бога имеет здравый смысл. Правильно? Хорошо. Я уверен, что ты знаком с христианской идеей Творца. Имеет ли она смысл для тебя? Имеет ли она здравый смысл для тебя? К примеру, идея триединого Бога. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Хорошо? Является ли Отец Сыном? Подумай об этом немного. Да, но если... Согласно христианской традиции. Ну, в соответствии с христианской традицией, они говорят, что они есть одно. То есть, они есть одно? Тогда кто умер на кресте? Отец или сын? Это был сын. Если это сын, тогда как они могут быть одним? Ну, сын был олицетворением отца на земле. То есть, это отец умер на кресте, не сын? Нет. Кто из них? Ну, технически, ни один из них не умер. Потому что один из них вознесся. Но вся идея христианства в том, что Бог умер за твои грехи. А сейчас ты говоришь мне, что Бог не умирал. Это Иисус умер. А в любом случае, я не пытаюсь поставить тебя в позицию оправдания. Ты ведь даже не являешься христианином. Но мы лишь обсуждаем разумность этой идеи. Это Иисус умер, как мне сказали, за грехи людей. Но они говорят, что Бог умер. Но это не то, что мне сказали. Какой конфессии ты принадлежишь? Католик, протестант или кто? Не католик, но я ходил в католическую школу. Но я не был католиком. Позволь мне упростить. Что такое Троица? Троица – это три личности в одной существенности, которые олицетворяют Бога. Три личности олицетворяют Бога. Да. Одной из этих личностей является Иисус. Да. Так что по определению, это делает Иисуса Богом. Да. Но как бы он часть. Но да. Не часть. Потому что это было бы ересью, называемый партикуляризмом. Это очень запутанно, правильно? Это называется партикуляризмом. Ты не можешь говорить, что Бог разделен на три части. Потому что это означало бы, что Иисус – это 33,3% и Отец – это 33,3%. Это означало бы, что каждый из них не является единоречным Богом. А христиане не верят в это. Но они верят, что каждый из них на 100% – Бог. Так что это не является партикуляризмом. Это называется чем-то другим. Я пытаюсь представлять их в правильном виде, чтобы не исказить их позицию. Да. Так что они говорят, что это три личности. Поэтому я говорю, что это не имеет смысла. Они утверждают, что Отец на 100% – Бог, и Сын на 100% – Бог, и Святой Дух на 100% – Бог. Тогда сколько их? 300%. Да. Но они утверждают, что это стопроцентный Бог. Они говорят, что это один стопроцентный Бог, верно? Поэтому мы говорим, не всякое представление о Боге имеет смысл. Ты ведь не веришь, что Бог может умереть? Нет. Но христиане действительно верят, что Иисус, который является стопроцентным богочеловеком, умер. Когда сама Библия утверждает, что Бог не умирает, правильно? Поэтому если ты сравнишь эту идею со здравым смыслом, ты увидишь, что эта идея опровергается здравым смыслом. Потому что, смотри, они также утверждают, что Иисус – стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Разве ты не согласишься, что качество человека и качество Бога абсолютно противоположны? Ну, потому что, смотри, Бог всесильный – человек слабый. Бог всезнающий – человек невежественный. Все атрибуты Бога, никто из людей не обладает ими. Человек представляет либо их противоположность, либо их малую часть, правильно? Да. Тогда как Иисус может быть двумя противоположностями в одно и то же время? Точно. Это невозможно. Согласно здравому смыслу, это невозможно. Ты ведь согласен со мной? Да. Это как будто я говорю «высоконизкий человек». Смотри, есть что-то, что называется законом противоречия. Он говорит, что не может существовать две противоположные истины одновременно. Поэтому мы нашим естеством осознаем, используя наш здравый смысл, что не может существовать две противоположные истины одновременно. Поэтому эта идея не имеет никакого смысла. Но теперь, если перейти к большой проблеме, троицы вообще не существуют в Библии. Знаешь, я говорил все это, хотя в действительности троицы нет в Библии. Хорошо. Вначале я сказал тебе о той идее, которая не имеет смысла, касающейся религии индуизма. И христианский концепт также не имеет смысла. И затем у нас есть иудаизм. Он утверждает, что Бог всемогущий, но в то же время Бог был побежден и Яковым в борцовском поединке. И также, согласно иудаизму, Бог забывает, и Он получает напоминание от радуги. Он сделал радугу для того, чтобы Ему напоминали, если что-то случится. Знаешь, Он что-то вспоминает, когда каждый раз видит радугу. Звучит ли это для тебя как атрибуты Бога? Потому что смотри, если по определению Бог всезнающий, может ли Он вспоминать что-то? Да. Но Он всезнающий. Может ли Он забывать? Нет. Чтобы что-то вспомнить, ты должен что-то забыть, не так ли? Тогда как они могут утверждать, что Бог всезнающий? И в то же время утверждать, что Богу напоминают. И утверждать, что Бог всесильный? И в то же время Он был побежден. И утверждать, что Бог сожалеет. Ты ведь знаешь определение сожаления? Да. Ты совершаешь действие, не зная Его результата, и затем сожалеешь о Его результате. Что означает, что ты не всезнающий. Так что они утверждают, что Бог сожалеет, и в то же время они утверждают, что Бог всезнающий. Что является парадоксом, правильно? Эти идеи, о которых я говорю, можно найти в священных писаниях иудеев, правильно? Это в Бытье, описание Бога, что Бог боролся против Якова, и он проиграл. Там используется термин «Бог». Они говорят, что это был ангел. Так говорят некоторые евреи. Но там был использован термин «Бог», правильно? И также там есть представление о том, что Бог отдыхает на седьмой день. Поэтому это называется субботой. Да. Когда они говорят, что он боролся? Но у меня дискуссия. Я чувствую запах алкоголя от тебя. Ты немного выпил сегодня? Да, но это ангел боролся. Это то, что написано в Торе. Да, я упомянул это. Я упомянул об этом. Хорошо, но ты сказал, что Бог боролся с... Нет, нет. Я сказал, там в тексте был использован термин «Бог», «Элогим». Ты можешь пытаться интерпретировать его по-другому. Но слово, которое было использовано в том контексте, это «Бог», правильно? Нет, «Малах», «Ангел». Нет, слово «Малах» не используется в Бытье. Проверь это прямо сейчас. В контексте было использовано «Элогим», но не используется «Малах». Если было бы использовано «Малах», тогда у меня не было бы проблем с этим. Но там используется слово «Элогим». Ладно, хорошо. Давай вернёмся. Давай вернёмся туда, где мы были, хорошо? Ладно. Теперь мы обсудили концепт «Бога» в иудаизме, христианстве и индуизме. Какую ещё религию ты хотел бы обсудить, кроме этой? Знаешь, когда я ходил в школу, мы учились. Мы изучали христианство, очевидно, потому что это была католическая школа. И также мы изучали ислам и иудаизм. И также изучали немного другие философии. Так что да, я хорошо знал о них с юных лет. Хорошо. Так ты согласен, что то, что я сказал, имеет смысл? Критические замечания, которые я выдвинул. Что эти вещи не имеют здравого смысла. Да. Поэтому, возвращаясь к главному пункту. Не каждая идея о Боге имеет смысл. Будут некоторые идеи о Боге, которые имеют здравый смысл, а другие нет. Мы верим, что каждый человек рождается с тем, что называется фитра. Фитра – это естественная склонность к человеку. И здравый смысл – это часть естественных склонностей человека. Правильно? И я бы сказал, это общее понимание вещей. К примеру, это имеет смысл, а это не имеет смысла. Это внутри тебя. Это было вложено в тебя Творцом. И поэтому, если я скажу тебе, что Бога кормила грудью его мать, твой здравый смысл скажет тебе, что это не имеет смысла. И ты подумаешь, это не звучит как Бог для меня. Правильно? Или, к примеру, Бог был зарезан и убит. Это не похоже на Бога для меня. Или я скажу тебе, Бог – это корова. Это не имело бы смысла для тебя. Ты ведь согласишься, правильно? Несомненно. Может, для некоторых людей это имеет смысл, но не для меня. И я просто говорю, что в общем всем людям их здравый смысл говорит, что это не имеет смысла. Когда дело доходит до здравого смысла, как мусульмане мы говорим, что это не имеет для нас здравого смысла. Мы не принимаем эту идею. Теперь, возвращаясь к исламу, идея Бога в исламе проста. Аллах говорит в Коране 112-й суре, «Скажи, Он Аллах Единый». Это означает, что в Его единстве нет ничего похожего на Него. Он уникален в Своем единстве. Аллах Самодостаточный. Это означает, что Он Абсолютный, Вечный, Самодостаточный. Все зависит от Него, и Он не зависит ни от кого. Он не родил и не был рожден. У Него нет детей, нет родителей, ни бабушки, ни дедушки. Он не дедушка, он не дядя. Но Он Творец. И нет никого равного Ему. Это означает, что все, что есть в физическом мире или в реальности, не похоже на Него. То есть, Творец не похож на это. Это описание Аллаха. И также Аллах говорит в Коране во второй суре Аль-Ба'кара, аят 255. Аллах, нет Божества, кроме Него, Живого Вседержателя. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. А не постигает из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол, подножие трона, здесь используется слово «курсе», объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Поэтому это описание, которым Аллах описал себя в Коране. Хорошо, сейчас. Это имеет здравый смысл для тебя? Я думаю, знаешь, ты можешь критиковать то, что я сказал. Я здесь никого не критикую, но я просто... Нет, нет, это нормально быть критичным. Я понимаю, что это способ, которым Бог был описан в Исламе. Да. Нет, ну ладно. Позволь мне объяснить. Потому что я думаю, что ты не понял сути. Позволь мне коснуться сути вопроса. Веришь ли ты в истину? Да. Ты веришь в абсолютную истину. Да, можно сказать. Ты веришь, что если есть истина, тогда только одна религия может быть истиной, а другие становятся ошибочными. Ну, я думаю... Потому что если ты веришь в истину... Да. Тогда ты должен принять это. Я верю в истину, но я думаю, что у каждого есть своя истина. Это значит, что ты не веришь в истину. Потому что истина по определению объективна, правильно? Я не говорю, что я не верю в истину. Я говорю, что мы не должны навязывать и говорить ее другим людям. Нет. Но истина не в том, говорить или навязывать другим. Но истина есть истина. Говорю я ее или нет, правильно? Стоит ли дерево перед нами? Да. Не важно, что я скажу тебе, или ты скажешь мне, и что мы думаем, или во что мы верим. Но дерево существует здесь, и это истина. Ты согласен со мной? Да. Значит, истина – это объективная реальность, правильно? Поэтому если ислам объективно истинен, то христианство объективно ошибочно, и индуизм объективно ошибочен. Если индуизм объективно истинен, то ислам ошибочен, и христианство ошибочно. Да, я согласен. Так что это закон непротиворечия, о котором я говорил. Но любой может говорить это. Именно поэтому я продемонстрировал тебе, что есть нечто, называемое здравым смыслом. И этот здравый смысл помогает нам найти истину. Например, когда я привел тебя в доказательство закона, как идея, о которой я говорил тебе, о законе непротиворечия. Это закон, который основан на здравом смысле. Я могу использовать его, чтобы определить, что есть ложно и что есть истина. Ты понял суть? И когда мы используем эти законы здравого смысла, мы понимаем, что эти традиции и религии дисквалифицируются. И если они не проходят, потому что не соответствуют здравому смыслу, тогда ты не можешь говорить, что каждый может сказать, что у него есть истина. Потому что не каждый может продемонстрировать истинность своих традиций или религии с помощью объективных доказательств. Если кто-то может, мы принимаем, что это истина, основываясь на доказательствах, которые демонстрируются. Я не говорю тебе, прими ислам, потому что, знаешь, я красивый парень или что-то подобное. Я не говорю так правильно, но я говорю, прими ислам, потому что ислам – это истина, используя здравый смысл. Я хочу задать тебе вопрос. Если Аллах всемогущий, то почему пророк Мухаммад, но ты знаешь? Смотри, я хочу, чтобы ты задавал любой вопрос, какой хочешь. Не чувствуешь, что ты можешь обидеть меня? Спрашивай все, что хочешь. Если Мухаммад не бог, то почему вы яростно защищаете его? Отлично. Прямо сейчас ты открыл очень важную тему. Я скажу тебе почему. Есть то, что называется десенсибилизация. Да, ты становишься десенсибилизированным, когда тебе повторно много раз показывают определенную вещь. Ты согласен с этим? И это доказано научно. К примеру, в порнографии, если человек смотрит на определенную вещь много раз, он перестает испытывать к ней такое же влечение. Думаю, ты знаешь, о чем я говорю? Да-да. И это установленная вещь. Так что люди десенсибилизируются. И медиа постоянно используют эту тактику. Например, если ты видишь, что постоянно происходит убийство, то ты не чувствуешь. Да. Ты не испытываешь те же эмоции и не реагируешь так же, как в первый раз. Да. Поэтому, когда я вижу последовательное издевательство над религиозными деятелями или религией или кем-то, кого люди считают уважаемым и высоконравственным, я десенсибилизируюсь, и тогда мое уважение к этому человеку уменьшается и исчезает. И поэтому в такой христианской стране, как эта, ты можешь носить рубашку с надписью «Оскорбление Иисуса» и ходить посреди улицы. Ты ведь можешь сделать это? Да, ты можешь. Потому что люди утратили свои ценности. Потому что христиане были обработаны, что нужно подставлять другую щеку, правильно? Почему? Потому что они были лишены чувствительности к этому. Они постоянно насмехались над их религией, и они не отстаивали свои позиции. Они не защищали свои идеи. Из-за этого больше никто не следует их религии. Люди уходят от нее. Если ты посмотришь на перепись населения Великобритании до 2021 года, впервые в Великобритании христиан стало меньше 50%. Да. И даже в английском Уэльсе. Правильно, даже в английском Уэльсе. Да, да. А мусульман прибавилось от 4,9 до 6,4% от населения. Правильно? И нерелигиозных людей становится больше, и люди оставляют религию. Потому что больше нет уважения к христианству и Иисусу. Люди потеряли уважение. И когда Нетфлик снял документальный фильм и показали Иисуса как гея, только мусульмане разгонивались. Не христиане. Можешь представить это? Знаете, вы ведь верите, что это ваш бог. Хотя это наш пророк, но это ваш бог. Это буквально фигура, которой вы поклоняетесь. И вы не проявили на это никакой реакции. Так что, отвечать ли это на твой вопрос? Ислам – это религия? Ну, не обязательно. Потому что я думаю, что, вероятно, большое количество людей открыто высказались об этом. Не обязательно, что это были только мусульмане. Но да. Да, но высказываться. И это не отвечает на мой вопрос. Да. Но высказывание меньшинства – это не то же самое, что сообщество защищает идею. Когда у тебя есть сообщество, защищающее идею, тогда ты не будешь связываться с этой идеей. Ты согласен с этим? Если есть общество, целое общество, которое уважает это, и они реагируют определенным образом, если вы отстаиваете эту конкретную вещь, тогда эта идея заслуживает уважения. И если эта идея заслуживает уважения, то это всегда будет иметь честь и уважение в глазах людей, правильно? Хорошо. Ты веришь в абсолютную свободу слова? Ты веришь, что абсолютная свобода слова существует где-либо в мире? Нет. Ты веришь, что абсолютная свобода слова – это хорошо? Ну, нет, не совсем. Хорошо. Так что всегда должна быть грань дозволенного. Тогда почему это проблема, когда у мусульман есть ограничения на вещи, которые являются основами? Нет, у меня нет проблем с этими ограничениями. Нет, нет, я не говорю, что проблема может быть сильно сказана. Но ты задал вопрос об этом. Так что я отвечаю тебе. Смотри, мы мусульмане, и основой нашего существования является ислам. Так что есть что-то, что является основой моей реальности. И это красная линия. И когда дело доходит до идеи свободы слова, мы говорим «нет». Это не является частью свободы слова. Это не моя свобода слова оскорблять твою мать или твою семью. Потому что это не свобода слова, но это оскорбление, которое является аморальным, верно? Да. Поэтому мы различаем между ними. Мы говорим насмехаться над пророком Ислама, проклинать пророка Ислама и делать карикатуры на пророка Ислама. Это не то же самое, что говорить «я критикую его миссию». Поэтому я сказал тебе, ты можешь критиковать все, что хочешь. И я сказал, что не обижусь. Ты можешь критиковать все, что хочешь. Например, ты можешь сказать, «Я не верю, что пророк Мухаммед посланник». Я скажу «хорошо, нет проблем». Я не собираюсь приводить всех в ярость и обижаться на тебя, потому что ты не оскорбляешь посланника. Ты можешь сказать «хорошо, я верю, что то, что он сказал, это неправда». «Хорошо, нет проблем». Давай обсудим и поговорим об этом. Есть разница между обоснованной критикой и конструктивной критикой, или искренними вопросами, которые, как я считаю, ты задаёшь в этом обсуждении, и прямым оскорблением, чтобы попытаться оскорбить конкретное сообщество или группу людей. Как я уже говорил, правильно? Да. Ислам – это наша основа, и пророк Мохаммед – очень важная фигура для нас. Поэтому у нас есть красные линии, и никто не может пересекать эти линии. И поэтому, Ислам – это самая быстро растущая религия в мире. Поэтому Ислам уважают. Поэтому уважают наши ценности. Потому что мы защищаем наши ценности. Мы защищаем их силой. Ведь если их не защищать, они не будут пользоваться уважением в сообществах и в обществе, верно? Да, хорошее замечание. Хорошо. Алик ассалям. Какие у тебя есть ещё вопросы, кроме этого? Есть ли у тебя ещё какие-либо сомнения насчёт Ислама? Нет-нет, у меня просто был один вопрос насчёт того, имеет ли это смысл. Да, это имеет смысл. Потому что, смотри, в медиа есть много дезинформации об Исламе. Так что это нормально, что ты задаёшь вопросы. Просто в наши дни некоторые люди слепо верят в то, что говорят СМИ. Да-да, можно назвать их ботами. Знаешь, они как роботы. Они просто смотрят эту пропаганду и слепо следуют. К сожалению, есть такие люди, которые это делают. Но в последнее время я вижу, что люди просыпаются из-за социальных сетей. Потому что теперь ты можешь зайти на Ютуб и увидеть другую версию тех же событий, которые и Би-Би-Си пытается преподнести тебе. И ты осознаёшь, что на самом деле это не так, как говорит Би-Би-Си, но совсем по-другому, правильно? Так что это хорошо, что люди осознают эти идеи. Теперь возвращайся в то ряд, где мы были. Как мусульмане мы верим, что ислам – это сокровище, если выразиться по-простому, правильно? Ислам – это сокровище, поэтому мы не навязываем его никому. Но мы хотим, чтобы люди увидели, что в этом есть большая польза для них. И чтобы они сами захотели принять это. То, что я делаю, я просто демонстрирую тебе, что ислам является рациональной. Я бы даже выразился, это идеальная религия. Я могу обидеть некоторых людей. На самом деле, не важно, обиделись ли они или нет, ведь это истина. Но, знаешь, они тоже могут встать и сказать, что их религия тоже является идеальной. Но могут ли они продемонстрировать тебе рационально, как это сделал я? Я думаю, в этом и есть разница. Но, вероятно, они бы сказали, что ты не продемонстрировал это рационально. Нет-нет, ты ведь не на их месте и не высказываешь их точку зрения. Ты согласен с тем, что то, что я продемонстрировал, было рациональной критикой этих религий? Если нет, ты можешь сказать мне, почему нет. Но я не особо заинтересован в этих людях. Нет-нет, я говорю объективно. Поэтому ты идеальный арбитр или что-то вроде комментатора, чтобы сказать мне, имеет ли это смысл или нет. Потому что ты стоишь на нейтральной стороне. Если бы ты стоял на одной из них, ты был бы предвзят. Знаешь, я все еще не прошел через все это. Нет-нет, я сказал, и я хочу, чтобы ты был искренним. Конечно, то, что ты сказал, я не могу с этим спорить. И не буду с этим спорить. Потому что я понимаю, что ты веришь в то, из чего исходишь. Нет-нет, я говорю про критику других религий, не ислам. А, ты говоришь про другие религии? Да. То, что я продемонстрировал, и ты знаешь, это из христианской традиции. Ты уже знаешь, что то, что я говорил тебе, это то, во что верят христиане. Идеи троицы и другие вещи. Это то, во что верят христиане, правильно? И если ты посмотришь на индуистские писания или иудейские писания, ты увидишь эти вещи. Поэтому, согласен ли ты, что это обоснованная критика, основанная на здравом смысле? Но я бы не сказал, что я не согласен. Знаешь, всё возвращается к идее истины. Если ты веришь, что... Смотри, я буду честен с тобой. Людям на Западе промыли мозги либерализмом. Я говорю честно. Людям сказали, что вы можете делать всё, что хотите, и думать, как хотите, и живите, как хотите. И когда вы смотрите на разных людей, вы думаете, что это плохо. Когда кто-то говорит, нет, это неправильно, это неверно. Не ходи сюда, не делай это. Но это неплохо. Стоять на своей морали и настаивать на своих ценностях – это рационально. Что-то истина, что-то ложь. Например, либо Бог существует, либо Его не существует. И нет твоей реальности, в которой Он существует, и моей реальности, в которой Он не существует. Существует только одна реальность, одна истина, либо есть, либо нет. Поэтому, когда ты примешь идею о том, что есть истина и что есть ложь, как только ты утвердишь эту идею, тогда ты перейдёшь к следующему шагу. Что должна быть истина и истинная религия. Если есть истина, то должна быть истинная религия. И я не говорю, что ты должен поверить мне на слова. Ты можешь провести собственное исследование, изучить и проверить то, что я сказал. И я гарантирую тебе, как тот, кто проводил исследования этих разных религий. Знаешь, линясь, мы говорим, если там кто-то другой проведёт исследование. Нет, ты сам проведи исследование. Если ты не хочешь верить мне на слово, проведи исследование сам. Изучай, смотри и исследуй. И я гарантирую тебе, что ты вернёшься к исламу. Ты не увидишь никакой другой религии, у которой есть объективные доказательства, что она от Бога. И ты не увидишь другой религии, свободной от критики, после того, как ты проведёшь своё исследование. Не верю мне на слова. Но после того, как ты проведешь свое исследование, ты увидишь, что это правда. Это все, что я могу сделать. Поэтому он постоянно говорил мне послушать. Да, он прав. Поэтому подумай об этом. И также прочитай Коран. Коран — это идеальная книга для чтения, потому что он отвечает на многие твои вопросы. И смотри, я всегда здесь, если ты хочешь вернуться. В тот же день, в то же время. Задай свои вопросы, и я буду счастлив ответить. Более чем счастлив. Да, я благодарю тебя. Да, приятно было поговорить с тобой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!